Кальций. Позволю себе процитировать слова нашего министра о кальции. Кальций, что делает кальций? Кальций утешает как мать, умиротворяет как снотворник и оживляет как дыхание в кислородной палате. Думаете, зря что ли так вот красиво, эпически сказали диетологи в свое время об этом минерале? Кальций это самое большое количество находящегося в нашем организме. Что он вообще делает? Что делает кальций? Самое главное это не опор для его двигателя, кости и все прочее. Кальций не дает вам умереть. На текущем этапе он просто не дает нам умереть. Почему? Потому что действительно в связи с большим закислением он является основным ощелачивающим макроэлементом в нашем организме. Основной элемент. Как определить человека, которого не хватает кальция? Сейчас опять не дает. Хорошо. Определить человека, которому не хватает кальция, очень просто. Если это ваш родной человек, придите к нему вечером. У него одеяло скатано в большую трубочку. Этот человек бьет гнездо. Как птичка бьет гнездо. Почему? Потому что обычно у нас в постоянном титаническом сокращении. И большие судьбы их бьет. И они не могут на него поверить немножко. Они их перекладывают туда, сюда. Крутятся вокруг тебя. Одеялком закручивают. А одеяло у них все в банке. Не хватает кальция. Как днем определить человека, которому не хватает кальция? Еще проще. Они быстро, люди, которые не хватает кальция, очень быстро разговаривают. Захватывают при этом, глотают воздух. У них развивается что? Дисфагия. Поглощают пищу торопливо. Они не доедаются. Они не жуют. Они ее глотают. Развивается дисфагия. У человека развивается потом изжога. Повышенная кислотность. Он пьет что? Альмогель, фосфолюгель, препараты, понижающие кислоты. А для чего в организме нужна кислотность в желудке? Она нужна, чтобы эмульгировать пищу, расщеплять, и чтобы активный кальций, формировать активный кальций, который будет всасываться. Человек начинает пить много препаратов, которые понижают специальную секретирующую активность в желудке. Что получается? В результате у человека получаются сначала запоры. А так как во все практически антоциды входят алюминий, потом получается, что брать прямой кишки. Что можно было сделать проще? Когда человек насытит его кальциум, и дисфагические явления очень быстро пропадают. Чем хорош кальций? Что он быстро насыщается. Суточная потребность кальция не менее 1000-1500 мг в сутки. Раньше практически не было дефицита кальция. Почему? Потому что люди пили молоко, молочно-кислые продукты, употребляли много рыбы. Сейчас практически молока такого, которое несет в себе кальций, практически нет. Все долгоиграющие продукты консервированные, они не включают в себя активные кальции. Плюс, самая большая еще беда заключается в том, что для того, чтобы кальций всасывался, нужно большое количество, достаточное количество желчи для эмулигации кальция. Сейчас очень популярно, что операции удаления желчного пузыря, желчекаменной болезни, даже приписками за филипцистикой каркаличной идеологии. То есть желчный пузырь у людей стал очень плохо работать в связи с пищевыми делами. Почему? Потому что очень мало пушают жирных кислот. И это все внесет в себя, да? Но чтобы кальций хорошо всасывался, нужно что? Нужно, чтобы хорошо работал желудок, хорошо работала соляная кислота, да, было достаточное количество. Было достаточное количество желчи, чтобы произошла эмулигация. Да? И его правильный прием. Кальций всасывается когда? Это ночью-ночью. Поэтому основной прием кальция должен быть в вечернее время. Если вы скушали творожок хорошее утром, вы его скушали для чего? Для аминокислотного состава, для белковой структуры, для энергии. Если вы скушали кальций вечером, то вы его скушали для кальция. Кальций нужен человеку постоянно, в любом возрасте, потому что костная ткань обновляется постоянно. Кости растут постоянно. Одни отслаиваются у стеокласты, но клетки их костные руки нарастают. Идет постоянно догоняемый такой процесс, который нельзя останавливать, поэтому кальций нужно занимать постоянно. Третий признак, который можно судить по дефициту кальция, человек плохо засыпает. Если вы плохо засыпаете, то в первую очередь что нужно сделать? Принять табляточку кальция примерно 1000 мг. Если вы после этого заснете, то у вас большой дефицит. Разрешается принимать до 2-3 тысяч мг, то есть 2-3 грамма кальция на ночь. Поэтому я всегда говорю, стакан кефира, обогащенный кальцием на ночь, теплый, чтобы желчный пузырь раскрылся, и кальций будет всасываться. Действует как снотворное вещество. Тогда еще необходимо повышенное содержание кальция. Повышенное содержание кальция необходимо обязательно подростковым годом. Дети, у которых не хватает кальция, становятся несносными в поведении их. Просто несносными, растражительными, нервными, плохими детьми, которые выявляют. Поэтому детям в подростковом возрасте увеличивают количество кальция не 1000, а 1500 единиц. Как минимум. Обязательно. Особенно девочкам подросткового возраста при наступлении месячных. Иначе девочки разорвут. Смолив, ради. Они становятся психологими ночью. Их нельзя удержать в таких случаях. Если вы хотите избежать ПМС, для менструального синдрома, у мужчины кальций находится в стабильном состоянии. У женщин кальций регулируется щитовидной железой. Щитовидная железа регулирует и колоту яичника, менструального синдрома. Поэтому перед месячными количество кальция в крови резко сладует. И начинается нервозность и скервозность. Если вы хотите этого избежать, то во второй половине цикла начинаете увеличивать количество кальций. Примерно в два раза. То есть от 1000 до 1500 единиц. Тоже относится и ко второму варианту. Это менопауза. В менопаузе тоже надо увеличивать количество кальций. Это обязательно нужно. Ущем такая же менопауза. Мы тоже люди. Помните, пожалуйста, что не каждый месяц надо, а каждый день, в течение жизни. Может, не пить в течение жизни, а может, его вообще не употреблять, если вы достаточно употребляете пищевого кальция. Индейцы в Северном Перу не нуждаются в кальций. У них они просто своё. У них из известняка сделаны ступки и эти чашки. И они толкут своё зерно. И у них достаточно кальций в этом плане. И всё нормально, как бы. Когда учёные изучали, они пришли сказать, супер просто. Но они достаточно получают. Если мужчина выпивает 3 литра молока, 3 литра молока – это суточная потребность кальция. В принципе, этого ему будет достаточно. Мясе много кальция. Хорошего молока, конечно. Который содержит кальция. Который без консервации, скажем так. Ведь биологически активные добавки с кальцием появились в Америке. Почему? Потому что в Америке первое появилось искусственное молоко. Соответственно, которое не содержит кальций. Нужно чем-то компенсировать. Так появилось просто. У нас тоже сейчас изменилась пищевая корзина, изменилось молоко, кефир и все прочие дела. Соответственно, появились. У вас некуда. Если вы не хотите, чтобы у вас мужчина ломался, чтобы он работал долго и весело, тогда давайте ему. А если не хотите, то не давайте. Хотя и парень в данном случае. Как вы сами распорядитесь, так и будет в вашей судьбе. Поэтому в менополозе, конечно, чтобы не было остеопороза, мы обязательно тоже добавляем кальций. Варианты очень хорошие. Кальций всегда идет попутно с таким же электролитом, как магний. Магний в данном случае, они в соотношении идут с полем. Вообще, из чего мы раньше больше всего получали магний? Основной поставщик магния в организм. Вот у нас, в России, янка. Нет, все равно. Нет? Вот кораллы соседей. Подходы? Вода. Жесткая вода. Вода. Жесткая вода – это магний. Жесткая вода – это магний, который не мылится. Не мылеваться раньше. Это да. Это вода. Магний больше всего было в воде. И вода… Вы что делаете, когда коралловый кальций отпускаете? Вы с мягкой воды делаете жесткую воду. Голову мыть нельзя. Пить надо. Кальций и магний содержатся. И раньше мы получали из воды. Почему? Она не фильтровалась. Раньше вода не фильтровалась. Фильтров не было. Даже питьевая вода, которая шла, она не фильтровалась. Она охлорировалась. То есть, хлорация – это обеззараживание воды. Но она не фильтровалась так, как сейчас, фильтрами тонкой очистки. Которые задерживают не только кальций, магний, желез. То есть, у нас был основной поставщик магния, конечно, это была вода. Сейчас, в связи с тем, что жесткую воду мы с магнивой общей-то не получаем, у нас получается очень большой дефицит магния. А магний, он что делает вообще? Магний – это основной транквилизатор. Транквилизатор, успокоитель, нервная система. Как определить ребенка, вот когда я прихожу в семью, как определить ребенка, страдающего дефицит магния? Как определить? Очень любят. Не грудной ребенок. Вот грудной ребенок родился. Ребенок, который родился, он должен что делать? У него есть фунтус. Спать, лезть и какать. Больше нет у него фунтус. И он не должен просыпаться ни на какие шумовые рефлексы. Если не хватает магния, я вот там пойду, дверью хлопну, а вот он здесь заоет. Шумовой рефлекс. Это нехватка магния у ребенка. Если пришел и спит. А? Вы хотите, чтобы ребенок не нужно. Маленький ребенок не нужно. Почему? Потому что дефицитное состояние у мамы. У мамы дефицитное состояние. Основная проблема, с которой приходят мамы-роженицы, какая вообще? У них запоры случаются. Гипертонус матки. Что делают, а что гинекологи в таких случаях? Магнезию. Магнезию, Коля. А что такое магнезия? Это голый магний. Голый магний. Он что делает? Снимает спазм. Насыщает. И расслабляет. Значит, выкидыша не будет. Ребенок будет спокойный и умный. Поэтому сейчас добавляют, что уже гинекологи никто не спорит и не оспаривает. Говорят, магний Б6 пейте обязательно во время беременности. Иначе у вас будет выкидывание. Пять лет назад они еще спорили. Сейчас они уже не спорят с этим вопросом. Сколько минимально нужно магния? 850-900 мг в сутки. Нужно потреблять магний. Вот если пересчетим на жесткую воду, это 2 литра жесткой питьевой воды. Вот как источник магния? Еще лучше. 4 таблетки и кальсиночек. Которые кальсиночки вместе с магнием. Нет, можно коралловую воду пить. Много-много можно вещей в общем-то делать. Беспричинная тревога, повышенная раздражительность, хандра. Все это состояние связанное с недостатком магния. Поэтому что вообще лучший вариант? Какой вообще детям? Что детям в детском сосу говорили? Чашку какао. Какого много магния. Для чего давали? Чтобы ребенок не был перевозбужден. Потому что магний является основным нервным возбудителем. Он расслабляет. У человека приходит и говорит, что у него запоры. А почему у него запоры? У него спастика. Магния не хватает? А магний почему сейчас большая-большая нехватка вообще магния? Он антистрессорик. Антистрессорик. На стрессе он вылетает. Вот если еще сто лет назад человек, когда встретил, грубо говоря, волка в лесу, он что делает? Он брал копию и его колол, выбрасывая свойства в сорный билет. Что изменилось с тех пор? Вы приходите на работу куда-то, в трамвай, на работу пришли, и там начальник на вас орет. Грубо говоря, делает замечание. У вас выбрасывается адреналин. Но выбросить вы его, адреналовую струю свою, вы не можете наружу. Вы ее тащите к себе. Адреналин для того, чтобы не совершилась сосудистая катастрофа, должен нейтрализоваться. Для его нейтрализации нужно большое количество магния. Организм отовсюду начинает его собирать. И в стрессорной ситуации используется от 4 до 10 раз больше магния, чем в обычной жизни. У вас произошел стресс. Произошел спазм. Вы магний разрушили? Произошел спазм. Произошел что? Спастика. Спастика произошла. Спазм происходит везде. Спазм коронарных сосудов. Инфаркт. Спазм инсульт. Спазм кишечника. Калина. Любой спазм сопровождается какой-то катастрофой. Потому что в норме мы не должны быть. И человек какой сидит, когда не хватает магния? Скукоженный. Он боится всего. Он тревожен. Почему? Он спастический. Он не расслабляется. Он не сидит гордо распорывает плечи. Ему позвоночник сколько не выправляет, сколько не давит. Он не выправится правильно. Сколько не ходил он к мануалисту. Мы со спазмировались. Магния не хватает. Катастрофа. Люди умирают, что ли. Какая? Какая? Это же самопродажка. Ну, стрессорная. Да, как бы это... В общем, поэтому, когда... Чем лучше всего заедают стресс? Больку шоколада. Так много магния. Плитку шоколада съем. И как бы чуть-чуть успокоиться. Ну, такая-то и блюжистая. Мы ничего не можем с этим делом. Можем стрессорные ситуации прикрывать. Прикрывать чем? Нашим количеством магния. То есть, если вы знаете, что у вас ждет какое-то неприятное собеседование или что-нибудь, да? Что я всегда делаю, в общем-то? Ну, я не шоколад, честно сказать, я какао. Я заказал какао себе. Плоды какао просто. Какой? Дикий какао. По интернету можно заказывать. Смотрите, плоды какао. Коктейль. Коралл шейк. Шоколадный. Там какао-пидео. Ну, в общем, да. Грубо говоря, повышен, где сидишь спокойно. То есть, не говоришь. Коралл шейк. Да. Шейк. Ну, вот. То есть, где много магния, берите. И главное, что нужно сделать? Предварительно. До стресса выпьет, чтобы у вас не сформировался дефицит. Дефицит магния, который... Чем плох магния в этом плане? Если кальций, он очень быстро насыщается. Два дня попили, на третий день ноги не крутят. Вы живете и радуетесь жизнью. А магния насыщается очень медленно. Его надо намного меньше, но насыщение очень медленно. Насыщение дефицита идет примерно за три месяца. Если кто-то в дефицитном состоянии преобладает, ну, по клиническим проявлениям, по каким-то там, спастический, калит, например, и хочет магний очень быстро насыщить, ну, не будет. К сожалению, магний не тот макроэлемент, который быстро насыщается. Три месяца минимум нужно приемного. Прием его постоянно. Что еще можно сказать, что нехватка магния ведет к чему? К образованию оксалатных камней в почках. То есть, если у вас камни в почках, то тоже это прямой показатель, что у вас не хватает магния. То есть, как определить? Посмотрели, у вас камни, моча. Мочу сделали, там написали, оксалат, как у вас моча, пишут в аппаратуре. Значит, у вас нехватка магния. Значит, ему надо принимать очень небольшие дозы. Ну, это все. Где много? А, правильно, вопрос. А если действительно такая катастрофическая, то максимальная доза какова? Сколько хочешь, пока не насытишься. Ну, то есть, будет, можно... Магния не имеет свойства перенасыщения. То есть, лопой, 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 пока не убедишь. Нет, его можно перенасытили, да, расслабить. Я о чем говорю, это не дефицит. Не захочешь. 1600 миллиграмм где-то, да. 1600 миллиграмм. Так где-то, в общем-то. Да, я... Просто делаем как? Вообще, я как назначаю обычно? Если большой дефицит вижу 1500-1600, первые три дня, потом снижаю до 1000, и потом поддерживаю еще дозу 500 миллиграмм. На три месяца. На три месяца. То есть, длительный период, чтобы произошло депонирование. Если кальций он депонируется, и депой его может расходоваться... Так как кальция много в организме, он может расходоваться и длительный период, то магний, он очень быстро может исчезнуть, и его насыщать надо очень долго. На стрессовом... Особенно на хроническом стрессе. Вот очень быстро уходит магний на хроническом стрессе. Что такое хронический стресс? Это смешная разводка. Чаще всего развод очень плохо влияет. Магния сразу не потратит. Меняется вся ситуация. У женщин месячные прекращаются. Почему месячные прекращаются? Потому что идет спазм, спазм шейки матки, спазм яичников идет. И яйцеклет просто не выходит... Не просто почему-то так не уходит, потому что так организм реагирует без стресса. Еще могу интересно прочитать специальный выписок. Один из основателей стресса, Ганселье, еще в 2008 году в экспериментах на животных доказал, что магний препятствует развить атеросклероз. То есть, давать пищу, пеноги, патриотероз. Но на самом деле не атеросклероз как тогда развивается. Сейчас уже это происходит. А развивается спазм. Спасмировал сосудем узким. Там начинают быстрее образовываться пляжьи. И вот идет в чем голове, да, там, различные гранты, когда-то нарушение. Ну, это да, это вот все, как он. То есть, перед головной боли, магний является очень, вариантом очень хорошим. То есть, он снимает примерно 7% пляжьи. То есть, у кого мигрени, не снимающиеся, добавки с магнием, они снимают. Значит, какие продукты питания питания очень-очень богаты к магнию. Но из самых простых, между прочим. Что лучше всего упакает и что обменять? Где много магния? Мятый чай пить. Мятый много магния. Не мятый пока, магний успакает, который содержится. А лица. И то же самое. А из пищевых продуктов очень много, значит. Семена кунжута. Потом пшеничные отруби. Потом орехи различные. Кишью, медаль, парохиз, фундук. Потом гречневая крупа, овсянка и гороховый. Магния оказывает большое влияние. Очень разнообразное, конечно, влияние на это. Людям пожилого возраста обязательно нужно принимать не менее 250 микрограмм магния. Почему? Потому что вот основные ощущения, которые у нехватка магния вызывают у пожилых людей, это ощущение онемения и бокалов. Так же было окружение, звон в ушах. И повышение артериального давления. Вот половина, половина гипертонических болезней, которые ставят врачи, не являются гипертонической болезнью. Это просто нехватка магния. Магния почему-то не определяет в крови, у нас не любят авартурика, когда просишься, зачем вот разочным сочеком. Но в виде, у которых повышенное давление, если у вас повышенное давление, начните принимать магнию, вы увидите, что в среднем артериальное давление у вас снизится, верхнее от 30 км снижается, то есть можно нормализовать, примерно, если у вас на 70 км поднимается давление, а нижнее на 20 мм уходит. Это где-то у вас, в среднем, принимается между 110 км, то есть от 90 до 110 км. То есть вот это артериальное давление при приеме банального магния спокойно нормализуется. И ретмия уходит. Нет, это же оказание. Нет, это не. Это не может не уходить. При сердечно-засудистых заболеваниях это все нормализуется. И первая помощь вообще при гипертонических кризах, когда если у человека случаются гипертонические кризы, то нужно взять порошок магния, магния магнезия, 24 км, возвести его в воде и дать ему. Он, конечно, прокакается, потому что это слотильный эффект, но часть магния всосется. И давление в него нормализуется. Могу еще сказать, что один из самых простых тестов, которые иногда определяю при нехватке магния, является что? Взять пакетик магнезии, стоит 6 рублей, высыпать его вечером в бутылку, теплой водой, стаканчик размешать, выпить, положить грелку на правый бок, то есть сделать тюбашкой. И если тюбаш у вас не получился, то есть у вас практически ничего не вышло, у вас большой дефицит магния. Он весь сосался здесь. Он не дал расслабления кишечника, и не хватает. Начало досрочно. Я бы там должен расслаблеть. Купол, до вечера, или сразу? Через 2 часа. Чем дальше у вас идет, тем больше не хватает магния. Если вы пойдете в туалет в 6 часов утра только, то это нормально. То у вас магния не хватает, потому что в 6 часов вы в норме должны быть. Ну да. А если сразу? А если сразу, то у вас дефицита нет. То есть он сработался. Ну конечно. Он сработался. Да? Понятно. Поэтому магний как таковой, конечно, нужен всегда. Еще когда очень нужен магний? Магний нужен обязательно пациентам, особенно детям. Сейчас стало так модно ставить эпилептоидные припадки различные, а нехватка магния это всегда судорожная осторожность. Как кальций, так и магний судорожная осторожность. И дети, они очень подвижны от него. Если мы их кормим газированными напитками, любимыми всякими, которые мы в этой кальций и магнии, газированные напитки, соответственно, они всегда в судорожной осторожности. И у них что, развекивается вдруг судорожный припадок. Они идут к докторам, говорят, так и так, вот мальчик судорожный припадок. Эпилепсия. Финлепсин, карпазепин, или другие химические препараты, которые еще более улучшают. Хотя нет, сначала попробовать дать банальные магния с кальциями. Даем таким детям, это неоднократно. Сначала и эпилепсии никто не вспоминает. Не смею вас судить. Потому что настоящей эпилепсии его вообще очень мало. Она травматического генеза, и там, в общем-то, нет. В основном, это электролитные нарушения. Почему стало их нарушение, стало только по одной простой печени. По одной простой печени, которую вы рассматриваете всегда и испариваете. В связи с тем, что идет закисление организма, а жизнь организму хочет, он всегда на чем раскисляет? Он раскисляет. На первом печени раскисляет минерал кальция, потому что его больше всего. Но до бесконечности раскислять организм не может кальция. Жить хочет. Не хочет ходить на тонких, гнущихся ножках. Он рисунок. Он хочет, как не трогать. И он начинает тогда второе вещество. Магнит. В принципе, любой, какой, в раку, в раку, ведет кружение, в раку, в раку, в раку. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть его дарить. Вот почему идет нарушение не только потому, что у нас съедают минералов, но и потому, что мы ставим много расходов. Первый вопрос будет. Это стресс-дресса. У нас люди живут в состоянии хронического, а второе, это не только питание само по себе. В прошлом году изменяют, но и другие. Стресс-дрессированы. В раку, в раку, она будет служить долго, но она будет так сильно сговора. Понятно? Вот. Еще ничего сложного. Поэтому, в заключении, да? Минералы, по-рубому минералу магника, нужны протечить человеку. Постоянно. Поэтому принимаются они постоянно. 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 А вот скажите, братья сказали, что магния и 5 стоит по-рубому минералу. Попостоянно. Постоянно. Попостоянно. 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 Есть вопрос? Чего? Чего есть вопрос? Дозы. Дозы. 50 грамм коньяка полезно для организма. 100 для какого организма? А с 200 это уже... Нет, ну вот, например, кальций-меджик, там и кальций, и магний. Это нормально. Это нормально соотношение. В продуктах питания ни одного кальция нет, ни одного магния нет. В рыбе что, один кальций, там и магний существует, жирный кислот существует. И для всасывания это наиболее адекватный продукт. Соотношение. Если вы будете много одного магния есть, я вам почему не говорю, что эти два минерала, почему я их вместе вам говорю? Что они вместе идут, они не идут, а отдельно. снархая парочка. Они не могут по отдельности приниматься. Как вы их можете по отдельности разделять? Соотношение всегда это. Да? И врачи, которые вам говорят, на самом деле существует масса-масса-масса-масса-масса-масса-масса заблуждений вообще существующих в мире, да? И вы должны что, в первую очередь, не всегда вернуть, надо что, посомневаться? Нет, ну я сомневаюсь, конечно. Помыслим. Как живой человек, я всегда задаю вопрос. А вот академик Покровский, наш самый главный диетолог, в свое время был на ней Покрове, начинал говорить, вы хоть посомневаетесь, кто-нибудь. Правда, я говорю, может, я вам лапшу на уши в этом плане. Я всегда, он говорил, тоже по минералу, когда он всегда говорил, что он говорит, минерал один в природе не существует. В пище нет одного продукта, монопродукта нет, его можно сделать искусственно. А в пище монопродукта не существует. Там масса- и кальций, и магний, и фосфор, и в нужном соотложении. И аримянд, конечно, пользуется, и кальций, и мэджет, и нет. А продукты питания хорошие. Это же вопрос. Хорошая рыба, пойманная во Фьюорге, запитая чистой водой. Мы-то живем, где живем. Делаем, что делаем. Раз мы живем в постоянном стрессовом состоянии, то Сирии пугают, что война сейчас случится, что-нибудь, то АЭС какую-то строят у нас. Мы все это все равно воспринимаем и напускаем через себя. Какие-то стрессорные ситуации. Магний расходуется, поэтому надо себя прикрывать. Красивая девочка может быть. Я лучше беточку черного шоколада. А мне проще. Магний всегда дается. Единственное, они, это электролиты, выражаются как? Если в соотносительном варианте магний лучше принимать утром, он сасывается лучше утром, а кальций надо. Вот и все. Но организм сам распорядится в данном случае. Но если вы в виде добавок, монодобавок принимаете, то кальций на ночь утром магний. А если вы биодобавку какую-то принимаете сложную, то утром вечером. Вот и все. Если пониженное давление, видите, дело в том, что если вы начнете принимать магний, у вас будет гипотония еще больше. Поэтому не введен кальций к магнию, для чего? Для того, чтобы он не вызывал гипотонические реакции. Девушка, которая спрашивала, которым доктор сказал, что он не всасывается в лист. Не во всасывании делала вообще, как бы, да, и... Нет, но она так сказала, что препятствует, как бы, чтобы вот кальций... Есть разные работы, понимаете? Ведь каждый человек, каждый человек, сидящий здесь, занят своей работой. Но, в принципе, мы делаем одно большое дело. Мы живем на этой большой, красивой земле. И стараемся сделать ее краше. Понимаете? Так и там, внутри нас тоже. Есть разные совершенно электролиты, они каждый делают свое дело. Но они делают все это на благо вашего организма, чтобы он работает лучше, дольше и красивее. Не здоровье или так? Ну, это ничем не меняется, на самом деле. Это так же внутри у вас. Поэтому и внутри у вас должны присутствовать... Вы с пищей что, вы разделяете, что ли? Магния разделяется, магния... Нет, конечно, они поступают вместе. И там произойдет расщепление на должном уровне, и в сосуде тоже произойдет. И если вы принимаете хорошую пищу, здоровую пищу, то все это произойдет так, как надо. А если вы будете принимать нездоровую пищу, или плохие БАДы даже, у вас не пойдет это здорово просто. Да, лучше хилатные формы, конечно, там много можно говорить об этом, но сущность от этого не меняется. Все равно нужен и кальций, и магний практически постоянно. Если вы не питаетесь в должном уровне, просто так старайтесь в питании тоже включать продукты, которые более полезны. Можно меньше, можно тогда делать какие-то периоды. А как еще влияют эти два минерала на женское задование? В период до и после? Так же хорошо влияют, как это. Я же сказал, при климактерии увеличивают в полтора раза три. И при беременности. И при беременности, и при климаксе. В подростковом тоже. В подростковом периоде, это три периода, они не... Мужчина тоже увеличивают. Климакси, конечно. А как там? Покажи, ну, всем большие дозы. Они не большие. На самом деле, они не большие дозы. Какие это большие? Нет, я имею в виду, сколько надо. Сколько надо? Конечно, они нужны просто. Нет другого развития, если вы хотите иметь здоровые кости, здоровое тело. Нет другого. Самый простой вариант, который всегда рассматривается, я вам всегда говорю, вы знаете банальный анализ, смотрите. А если визуально? 150 минут. А, визуально как-то? Можно что-то давать? Нет, можно щелочное посмотреть. Визуально как-то? Ну, как щелочное? Тестером можно что-то? Можно, конечно. А как? Что надо? Ну, лакмусную бумажку ссунула. А если синяя, то это кислоя, а если красная, то это щелочная. Если щелочная у вас, то это нормально. Красная даже. Ну, какой лакмус вообще вы еще? Да, какой лакмус. Ну, есть таблица. Если щелочная, значит синяя. Нет, синяя, синяя. Нет, есть лакмус разный. Вы смотрите по таблице. У нас синяя. Синяя, пожалуйста. Если у вас щелочная, то все в порядке. Если кислоя, то все в порядке. В этой жизни на самом деле все так просто. Причин заболевания две. Голова и рука. Не стрессируйте. Любите друг друга. Уважайте друг друга. И хорошо питайтесь. И все. Алексей Викторович, а вопрос можно по нашему? Сколько там получается? 150 миллиграмм. 150 миллиграмм нашего вот этого. Ну, это профилактический пост. Кошли штук в день. Во всех, во всех батах, в таблетках сделаны профилактические Дефицита нет. Профилактическая сколько получается? 150 миллиграмм и есть это. 150-200 миллиграмм. То есть, это 1 и 7 штука в день это профилактическая 250 миллиграмм это профилактическая доза для пожилого человека. Для нормального человека 150 миллиграмм достаточно. Это профилактическая доза. Если у вас дефицит увеличивается в разное. Держало. Ну, по-другому. Во всех батах, все фирмы, все фирмы, не только кораллы, в данном случае, все фирмы, разрешается на рынок выпуск только профилактический доз. Лечебный доз не разрешается. Это запрещено за колонного доза. Если сертификация не допустит. Правильно, сертификация не допустит. Потому что если сертификацию, они покажут дозу такую, они посмотрят, что там доза лечебная, это лечебный препарат. А потом по-другому сертифицируется, по-другому все делает. И поэтому коралловцы, когда вот читают, ой, я прочитала на баночке, там, допустим, рекомендуешь, знаешь ее проблемочку, рекомендуешь, доза увеличена. Я прочитала на баночке, там одна таблеточка. Одна таблеточка чаще всего это так, для задницы три парочка. Мы все в дефицитном состоянии находимся. Поэтому принимать профилактическую дозу можно, если вы хороший человек, занимаетесь своими здоровыми и здоровыми. Даже я не принимаю профилактические дозы, поэтому... Потому что это, я считаю, полезный вариант. Это перевод на горшок. Продукт на горшок называется. Грифония сам по себе, это антидепрессант. Антидепрессант широкого спектра действия можно назначать очень хорошо. Действует за счет чего в основном антидепрессант грифония? Грифония действует за счет двух вариантов. Там содержатся аминокислоты. Аминокислота трептофана. Трептофан, который метаболизируется в печени из лецитина. Лецитин же, он считается тоже для головного мозга. При распаде лецитина образуется аминокислота трептофана, которая успокаивает, не дает развиваться стрессорная ситуация. И там содержатся витамины группы В. Модорастворимые витамины группы В, как я вам говорил, малые дозы, но не постоянные, они являются антистрессорными. Хорошая антистрессорная комбинация сама по себе. И если у вас неприятности дома на работе, в жизни можете принимать без болт, без болт, без болт. Опять-таки при ПМС. А? Я говорю, опять-таки при ПМС. А что вы представляете? ПМС, ПМС, ПМС. А почему у вас ПМС? Вы кальций не едите, вот у вас и ПМС. Это не у меня. Да. Нормальные женщины ПМС не бывают. Ну, честно, ее вошли штуцер. Долго. 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 Танцентünden еще недельно, конечно. Вы можете дать компании, руководящие, свои рекомендации. Они вас послушают и... А дозы глифонии в какой назначении? До шести таблисе. Утро, три вечера? В побочных эффектов каких-то, в общем-то, не получал. То есть в виде сонливости там какой-то это даже… Работает хорошо. Нет, супер, супер работает глифония вообще, песня. А с добавлением, конечно, майнцепта, потому что там майнцепт, там основное действующее вещество тоже аминокислоты. Но аминокислоты, там альтерозин содержится, который воздействует на щитовидную железу, предшественника эфтероксина, гормона щитовидной железы. А щитовидная железа руководит обменными процессами и гормональными флотами. Они в этом плане что могут еще дать? Очень хороший эффект грифония могут дать эффект похудения. Ну, а ты только делаешь? Не знаю, ничего. Может, у вас мужики в пирамиде нет? Нам забудете. То есть, вот они вкупе могут... Грифония тоже дает снижение аппетита, потому что стрессовная ситуация входит. Плюс аминокислоты и атерозин, да, и эфтернитин, которые содержатся в ансетике, и они вкупе, в общем-то, дают хороший эффект. Супер просто. Да. Получается комплексный препарат. И там еще и магний есть. Ничем я и сказал, что если бы в грифоне добавили бы магний, он был бы более... Должен быть, по крайней мере, с моей точки зрения, более эффективен. И если даже я с уважаемым руководителем один раз общался, я ему говорил, что ему надо ввести аминокислоты и атерозин более широко. Вот что они и сделают. Сейчас надо написать руководству по этому ансетику. Будет более эффективно. А можно съездить в Черногорию и сказать что-то, лично сказать президенту. А так, если вы предпринимаете грифонию, то можно добавить ансетику. Эффективность препаратов будет раза в два выше. Я их месту. Одного и другого. Они потенцируют действия друг друга. А если вы еще зададите с целью в этот момент чуть-чуть похудеть, то у вас эффект будет лучше. Понятно? Солнечная погода. Желаю вам хорошего веса и хорошо так будет. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.